так ну давайте начнем кто не сможет здрасте кто не сможет те тогда посмотрят в записи мы сегодня с вами хотели поговорить у нас этот первый эфир про камни камни в почках камни в печени камни в желчном да это все из одной темы ребят смотрите мы с вами нужно четко понимать что ответственность за то что происходит с вашим организмом вы берете на себя самостоятельно потому что я не врач я не вижу вашего состояния я не вижу какого размера как они располагаются какое у них приближание ваших камней насколько они подвижные насколько они вот всех вот этих моментов я их не знаю поэтому конечно же я могу вам только общими какими-то фразами это сказать и сказать откуда они появились то есть психосоматику а стоит с ними идти на длительные сухие дни либо не стоит это уже вы решаете по вашему состоянию здоровье потому что вы знаете какие они вы знаете что это такое я ничего про камни не знаю если они есть то это как-то чувствуется или только узи это покажет но когда вы начнете на сухих днях быть то на сухих днях на длительных сухих днях вы почувствуете если они есть мои вы почувствуете достаточно большие то есть маленькие камушки насколько я знаю то они ну они выходят самостоятельно не не причиняя там каких-то там ужасных болей ну по крайней мере то что раз камня камни не выходили поэтому я вам прям вот свою ситуацию описать не смогу но могу сказать как у ребят у которых выходили эти камушки и когда они выходили то есть это чувствовалось например камни из почек у девочки выходили она чувствовала как они выходят но она перетерпела эту боль на сухих днях я рекомендую если вы чувствуете что идет камушек я рекомендую вам помочь своему организму не надо делать так чтобы потом вам не хотелось заходить на сухие дни не надо делать так чтобы у вас чистые дни ассоциировались какой-то болью зачем если можно спокойненько попить какой-нибудь травки и тогда у вас более корректно экологично организм выведет то что есть вас и это будет ну я так полагаю что это будет конечно же намного лучше вот если вы чувствуете что есть вот эти вот камушки именно поэтому я вам вчера вот эти вот сбор трав и сказала конечно же мне в личку я даже не всем не смогла ответить потому что мы не начали писать и в этот инстаграм и в тот инстаграм начали перечислять какие травы у них есть чем можно заменить одну на другую чем нельзя заменить одну на другую вот всякие всякие разные интерпретации начали писать я не смогла ответить потому что было более 20 сообщений которые нужно было перечитать посмотреть какая трава сочетается она или не сочетается но это не просто на это нет времени вот поэтому я вам могу просто сказать так зверобой она продается практически в каждой аптеке ее купить очень просто трава тмина либо просто тмин у них практически одинаковые свойства просто говоря что травы тмина нет есть просто тмин замените значит на тмин ромашка ромашка это но она есть в каждой аптеке ромашковый чай ромашка вот пожалуйста вы там ее точно сможете найти листа дуванчика не могут найти листа дуванчика находит корень от дуванчика у них немножечко разные свойства но можно и корень от дуванчика он просто более сильный и он считается как природный антибиотик он достаточно у него такое жесткое действие и его заменить таких свойств как у одуванчика его нет его не заменить одуванчик то есть корень одуванчика либо лист одуванчика который желательно лист посмотрите в аптеку водите несколько аптек но я специально ходила в несколько аптек у меня и живу в маленьком городке где я не могу похвастаться разнообразием то что есть в этом городе но все эти травы они есть даже в моем городке вот мята мята она тоже скорее всего есть в любой аптеке в любой аптеке либо даже в магазинах где продается там укроп петрушка и пожалуйста там есть мята вот ее можно и свежую купить тысячелистник тоже есть практически везде из порш есть везде потом корни солодки вообще нет проблем не должно возникнуть проблем тысячелистник тоже вот ли земляники черной смородины цвет липы ребят есть во всех аптеках просто мне несколько человек написали список какие травы есть у них им попросили меня скомпоновать для них отдельные че я этого делать не буду если вы хотите индивидуальной прям проработки то это ребят либо на консультации либо на марафон уже который начнется вот возможности меня уже совсем скоро 14 числа ребятки всем привет это мой резервный канал здесь я выкладываю некоторые видео но на вопросы я не отвечаю здесь потому что даже их не читаю если вам нравятся мои видео если вы их смотрите то конечно же присоединяйтесь к моему основному каналу все ссылочки будут под этим видео и конечно же на основном канале вы можете найти в комментарии зайти в комментарии задать мне любой вопрос и тогда я его либо вам напишу либо озвучив каком-нибудь из своих видео также приглашаю вас на свой канал в телеграм где вы можете пообщаться по теме автономии и просветления работе с сознанием и не только со мной и с другими участниками нас уже ребят больше десяти тысяч я вас всех очень жду